всем привет конечно же не мог пройти мимо этой истории потому что но она достаточно резонансная к сожалению сделать полноценную программу уже не успеваю это время много воды утечет и она просто может потерять тому момент свою актуальность а высказаться хочется тем более что есть что сказать и хочется быть услышанным ну и тогда сделаю хотя бы это в таком формате речь идет о скандале о котором мы узнали вчера в адах всероссийских анти допинговый комитет объявил о том что россия отстраняется от всех международных соревнований на ближайшие четыре года это и олимпийские игры чемпионаты мира всевозможные кроме того нам запретят принимать у себя какие-то и проводить какие-то международные состязания и в общем ну такого наверное не было никогда и для многих я думаю это стало шоком это стало ударом самая обсуждаемая тема последних суток и это меня не удивляет уже российские пропагандисты начали кричать трубить во все трубы о том что ситуация имеет политическую подоплеку и никак иначе и вот тут кстати я абсолютно с ними согласен впервые российские пропагандисты не соврали потому что вся эта история действительно имеет политический подтекст и вот почему насколько я понимаю почему это произошло это стало для всех для нас для россии в первую очередь очень толстым намеком да на то что ребят но вы всех достали вы всех достали уже своими имперскими амбициями своими замашками какими-то имперскими своими околозоновскими какими-то понтами вы ведете себя как какие-то блатари да на зоне как слоны в посудной лавке вы ни с кем абсолютно не считаетесь вам наплевать вы вламываетесь куда угодно и начинаете устанавливать там где свои законы и правила диктовать свои какие-то даже не законы нет неправильно сказал какие-то собственные понятия заставляя жить по этим понятиям всех остальных забывая при впрочем что помимо вашей великой нации до на земле проживает еще огромное количество людей и в общем далеко не всем приятно что вы себя ведете таким вот хамским образом мы вам долго и упорно намекали что так жить нельзя что надо наверное вы живете в социуме надо наверное прислушиваться к другим людям над наверное научиться считаться с этими другими людьми но вы упорно не хотели нас слышать да мы там вводили какие-то не самые страшные санкции не поняли да мы не пустили вас на евровидение вы не поняли вы продолжали гнуть свою линию мы несколько раз грозили вам пальцем и проводили какие-то саммиты встречу пытались как-то договориться по-хорошему вы опять не слышали но речь идет я думаю вы понимаете о чем да что мы захотели где-то там у кого-то отжали целый полуостров захотели вмешались во внутреннюю политику целого государства военный конфликт до захотели начали кого-то шантажировать мол если что ним не будете играть по нашим правилам не будете жить по нашим понятиям просто перекроем вентиль конечно без цивилизованный мир это не устраивало не случайно объявление было сделано вчера именно в день открытия саммитов во франции где присутствовал наш национальный лидер я так подозреваю сделано это было для придания большего такого эффекта более громкого эффекта и мы все услышали повторюсь еще раз лично мое мнение что это уже толстый намек нам объяснили что все game over причем в прямом смысле этого слова и игры закончились раз вы не понимаете по-хорошему будем значит действовать вот таким вот образом вводить в отношении вас достаточно ощутимые санкции они правда ощутимые потому что но если говорить о политике например политикой действительно не так много народу интересуются это кстати беда не только российской федерации это во всем мире такая ситуация культурными какими-то мероприятиями тоже интересуются далеко не вся вот спорт это да это удар по огромному количеству людей не только кстати по спортсменам потому что огромное количество людей обожает спорт это речь идет и о болельщиках в том числе вот и я думаю очень многих россиян вчерашние вот это вот заявление здорово расстроился в четыре года мы не увидим своих флагах ни на каких соревнованиях но это как минимум и неприятно но вот за что боролись что называется на то и напоролись нам повторюсь просто сказали умерьте свой пыл дорогие россияне до передайте это туда наверх своим небожителям пусть они тоже свои амбиции утихомерят своих пампанты тоже поумерят перестанут разбрасываться пальцами мы не на зоне мы живем в общем большом мире и давайте жить по единым целым правилам вот все что хотел сказать надеюсь что все меня поняли правильно никто не обиделся не расстроился ни для кого ну для кого это стало новостью но прошу простите дать возможность исправиться но кто-то вам такие новости все-таки должен сообщать не все же вам сказки слушать ну и теперь у второй половине сегодняшнего дня на второй половине сегодняшнего дня как обычно по расписанию в эфир выйдет программа реальная журналистика давно не виделись нормальная полноценная программа повторюсь я эту программу хотел сделать полноценной к сожалению не успеваю так что увидимся там там кстати тоже тема достаточно интересная речь пойдет то вероятном распаде уже нашей большой великой страны и это совершенно никакие не шутки но вы включаетесь посмотрите послушайте и все узнаете хорошего дня